мир вам как тут смотрели это youtube и что-то у вас там а значит с лагерем проблемы какие-то были с детским ну да отстояли настояли господь отстоял а у нас тут было совсем другое бывший детский лагерь пионерский лагерь еще в советское время женщин тут организовала фонд общественный набрала денег и сделала как онкологическим для онкологических больных реабилитационный центр и суды пошли против нее зачем ты создала в экологически чистой зоне все такое сергей у нас все записывается выставляется в интернет вы это знаете не против да вы не против не против по интернете кто на кого подал то местные структуры и что ну а по москве показали по нтв а там это сказали вернуть на обратно этот реабилитационный центр для онкологических больных детей а местный губернатор воздержался он должен на прийти выставить свое мнение он не пришел так но это это и дело это подробности вот я что хотел поинтересоваться могли бы вы это выслать копию устава как вот местно чтим как это местная община регистрировать без гипархии патриархии вы где находитесь липи липецкая область город липецк липецк видите как у нас обстановка складывалась в то время когда еще русская православная церковь за границей то есть часть русской православной церкви который в эмиграции было когда они не соединялись вместе никаким образом то а наша община образовалась под ее покрытием благословением вот этот акт о каноническом общении это был мы приняли его но войти не вашей патриархии осторожностью ну да они нас сразу раздавят у нас ничего этого не будет ни деревни не лагеря мы их очень хорошо знаем да и тут вот даже местным чет подсказываешь они не воспринимают вы видите русские православные это не только патриархия православие это и греция это и финляндия и польша а вот здесь есть агафангел пашковский в одессе православная зарубежной церкви а архиепископ митрополит архиепископ тихон пасечник в омске я знаю где могут зарегистрировать но мы никуда не пошли мы были как на одном остались они никуда не шевелились ясно то есть препоны это ставит как вот враг человеческий видите как тут у нас такие условия правила каноны соблюдать у нас все до одного крещеного в полное погружение бороду никто не трогает у нас строго по а там этого нет проходной двор все за деньги 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 у нас денег вообще нет у нас все еще не покупают деньги не собирают десятина все заказа как по библии ну как подписанию говорит нам святая библия мы так и поступать стараемся а уж как бог примет но их митрополит к нам приезжают у нас служат со священниками с архимандритами у нас ничто не разделяет нас соединяет любовь такого митрополита дали с которым у нас нету никаких противоречий совершенно но тут есть некоторые катакомбные вот что и без священства остались ну да вот без священства нельзя без священства нет церкви и не туда не сюда никак подумал может быть или как можно в электронном виде может как устав выставили были так просто хоть как это его писать а потом мы подумали как бы это светиться или объединиться или там что как куда это будет лучше но ткать к каких я знаю я назвал еще есть антоний метрополит антоний орлов он непосредственно от зарубежной церкви а остальные которые там другие осколки я их не знаю сказать ничего не могу от орлов нам проще будет это открепиться кто как карлова это открепление проще будет он приезжает и на украину в россию я слышал это кто антоний да орлов орлов то я у него когда был там самого гостил у него в лос-анджелесе он меня встречал там в америке а мне тут один знакомый по интернету сейчас она немножко стал сокращать все это и вот вспомнил он значит по отцу немец по матери русскими по моему так из из этого вы говорите на меня здесь не смотрите я тут свет на дару родился в нальчике и вот он непосредственно окормляется у орлова община у них российской православной церкви сейчас да 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 он настоящий патриот я его знаю и у него это благодать осталось еще виталиевская так да ну как не благодать не виталиевская продолжение его благодать-то божия это веточки так можно сказать да но видите как они из патриархии уже никаким образом не связаны вот которых я вам назвал они совершенно никак не принимает а мы признаем благодатной но не входим в нее у нас есть каноническое общение литургию сложаем мы можем причастить и когда батюшки нету совсем не будет если если священник может но на наш кто-то там заболел прийти причастить у нас полное с ними единение во всем а вот значит вы и этого илариона метрополит поминаете да а когда служит у нас метрополит местный патриархийный поминает патриарха кирилла и местного епископа а к вам это хоть изредка приезжают оттуда священники за границей не священники из-за границы не приезжают никого не было последние годы раньше были а вас приглашают нет но куда нас приглашать никто не поедет мы кому пойдем у тихона пасечника если бы даже мы желали они не примут потому что с нами нельзя и молиться мы признаем патриархию благодатной а мы на этот шаг не можем пойти признать без благодатной дальше у пашковского та же история а уж про антоний говорит не надо они патриархию в упор не видят мы у нас другое положение они не соединяемся но признаем их благодатность и у нас они могут служить и мы у них можем быть но причащаться там не причащаются когда есть у нас священник понятно то есть вы избрали нейтролетия но мы когда еще ничего не было разговора и нас сильно преследовали зарубежные за то что мы знаем с патриархийными они такие были крепкие а мы тогда признавали и когда вот этот акт о каноническом общении принят они первым махнули туда мы как были так и остались понятно то есть они качали мы никуда стоим прямо и твердо и у нас противоречий никаких нету тем более сейчас епископ здесь митрополит сергий иванников у нас очень хорошие отношения и что-то на местах вот эти вот какие-то карликовые епархии создали вот метрополия там например в воронеже а там еще или три или четыре епархии но зачем это я не знаю как мы признаем благодатность патриархии молимся вместе но мы не соединяемся то есть над нашим батюшкой никакой власти они не имеют молимся поминаем дома в домашней молитве патриарха в храме произносится раньше в царское время одна губерния была одна епархия до сейчас одна область пусть одна епархия зачем вот этот мельчить что это дает от ничего не дает абсолютно ну вот патриархийная здесь наша большая тут епархия то богатая разбили на четыре части но если бы замысел этот патриарша исполнится то правильно чтобы они были более вхожи в народ потому что я не охват ну представьте такой край да еще горный алтай вот этого то ничего нет новые парки новая машина новая стены новые расходы а духа такого библейского очень маловато много говорит обрядности много преданий и мало христа так пишут видите как вот сейчас они это попали на дворкина то он за 20 лет разложил все одна ненависть идет а у нас очень хорошее отношение со всеми с мусульманами мы проехали это ведь с нашей миссии и турцию и 6 мусульманских республик до лиссабона дошли а в азербайджане были в доме мулы ночевали там еще ходили но мы везде несем слово божие я не снова аллах а мухаммад коран не произношу я произношу слова иисус христос святая троица святая библия а вы как диспуты религиозные делали да как религиозные диспуты делали ну как диспуты я даже не знаю просто беседа идет в доме но понятно понятно у меня нету споров я никогда не спорю я ему сказал а он не согласен а теперь его дело я ему возвестил истину все я не спорю я 53 года несу слово божье миссионерскую работу веду среди всех направлений и никогда не спорю я ему дал указание назвал место библии пояснил как это понимает святые отцы каноны и на этом все это его дело дальше был такой случай то ли мула то ли не знаю как в каком чине в общем богослов мусульманский в казахстане но но с православной церкви помощь патриархии я считаю много и слушаю где-то ну был такой полосный священник межрелигиозный диспут был и он потом это приняло христианство православие вышел из мусульманства и за ним потянулась цепочка мусульман стала христианами ну дело божье да конечно рад за вас что лагеря стояли господь сделал то это очень сильно населие поэтому не отстояли я его 17 июля полностью ликвидировал 45 лет был лагерь больше лагеря не будет теперь мы покупаем дома и люди приезжают домах у людей бывает куда рос надзору пока входа нету на их стороне полиция на их стороне суды прокуратура там не устоять никак они там столько уставов написали вот екатеринбургская все до одного лагеря уничтожили это задача уничтожить сделать детей бродягами это понятно что задача то их не в этом состоит но вот дело пошло так ну понятно то есть жидовская это идет масонская куда да именно так я им сказал вы слуги антихриста подготавливает почву я слышал там изречение некоторых сюда у вас выпускали в ролик но видите как они представляют что мы учим их читаем библию занять они претензии прямо к православию имеют вот что делается ну но так это краем прошло где-то дальше кого-то допрашивали родителей а родители говорят от чтобы у меня там было в лагере этого не было они разные там берут анализы не спрашивают там купаться нельзя 180 лет купали сейчас купаться нельзя вот понимаете 45 лет без помощи государства я создатель лагеря это тысячи детей были до к нам есть что показать они я коммунисты на нас так не нападали а это штрафы и суд то был и суд за отсутствием состава преступления прекратите все можно эти лагеря на домах делать деревне но мы как могли играть вопияли к богу и много было людей которые здесь за рубежом молились их бога просили чтобы господь в них в это дело я вчера еще сказал тут знакомо наши близкие работает следователь он теперь как сказать представитель просто юриспруденции найти ту судью которая вела вот этот наш процесс я хотел подарок сделать у меня книги новый завет с толкованием а книги взятка не считаются такой закон она перешла уже в районный суд было сейчас она в краевом но хочу пробиться туда у меня такое желание ободрить ее она хорошее дело сделала романов читалась и поняла всю суть да у меня кто помогали директора в прошлом году я всех нашел те годы помимо помогали когда мы в очень большой бедности были помогали притом хорошо помогали инструментом там рты и лодки дали шланги помощь я всех нашел на пенсии они и всех наградил священно писание дал трехтомник нового завета это очень ценный материал там 240 иллюстрации раскрашенные так вот вы заказать сколько будет стоить если вот новый завет сколько пересылка таком 3000 стоит и тысячи да да мы пересылка там сейчас пересылки они дорогие но не но не дороже тысячи я думаю так потому что у меня то 38 томов вышло разных когда целиком и полностью выписывают от сан-франциско там огромная стоимость за почту а просит это дешевле тогда чуть позже я как соберусь я сказать напишу как же выйдем в толкование с откровением впервые вышло за 2000 лет в одном комплекте впервые с иллюстрациями впервые с комментариями нашего там мало-мало то есть комментарии другим шрифтом выделено отчеркнуто комментарии то есть я расширяю об этом что говорился ровно вызовет толкованием повторите но вызовет толкование до блаженна фипелакта что святые отцы говорили полностью от матвея до откровения все каждый том 752 страницы это очень и очень серьезно эти книги видели библиотеки у путина а вы пока одно выпустили да как одно выпустили толкование или сколько как одно толкование понимаю вопрос на новый завет новый завет от толкования святых отцов другие толкования которые на другие книги где-то то весь новый завет все послания евангелие откровения 3 тома 3 тома да да новый весь завет из толкового нам еще еще нужно а 3 тома сколько обойдется вот я и сказал 3 тома это 3 тысячи но не до недорого это печатные сегодня издать нельзя до плюс у меня стихи и уже все уже полностью собраны книги 4 тома по 800 страниц моих стихов 3467 по 9 куплетов каждое стихотворение ну все подготовлено пошел не не знать заваливает там за полтора-два миллиона тысячи экземпляров миллиона так что сегодня с книгами я не знаю потому что силозно бумажные комбинаты убрали там на байкале то хотели распутин валентин там помог этому а теперь бумагу закупает китае а там теперь гонят туда вагоны древесины любую цену назначают своего нету ну как если свои горит курятники уничтожили скотину теперь перевозят оттуда эти ножки горит буша ну и любой цену назначают есть то надо да наше дерево а их производство да а в японии там рисовые маленькие участки национальная безопасность горит этого требует а тут две национальной безопасности стояли зерносклады все уничтожили разобрали и готовы все тайгу спилить не понял и готовы даже все тайгу спирить ну вот как поэтому как живает вот случайно поджог то это большой вопрос мы доехали до владивостока видели какая дорога и какие пространства земля пустая а с пустой она не был не может быть такие пространства людей то нет велика россия рожать некому еще спрашивать у них у мусульман у них лозунг каждая мусульманка должна подарить аллаху 5 сыновей и может 10 дочерей но раньше и на руси считалось но один сын не сын два сына пол сына а три сына сын но но дмитрий иванович менделеев был 17 ребенком семья а сегодня ты найди вас в липецкой области чтобы семнадцать детей было у кого да нет такого но даже 10 то это не так часто это еще может быть те еще бабушки когда поражали до до войны 1 здесь было 24 а сейчас все на уже 4 уже многодетная считается 6 ребятишек много нашей матери она мать героиня нас 10 живых из 12 детей и мы жили нормально совершенно те с инвалид войны и безруйки пас с пяти лет мы уже что-то копали сделали и поэтому все выросли все работают все у нас нету не инженера и обеспечить продовольствие мы все работали в земле скотину держать своим трудом учили жить и такие остались а вот сейчас апокалипсис можно сказать исполняется да вот откровение у нас самое сильное толкование по всем святым отцам не просто так три года работал над этим отец геннадий фаст в моем доме обратился минонит немец теперь он протоиерей православный в абакане и он все святые отцы доступные какие были он из них выбрал все полное толкование абакан это тоже алтайский край да а абакан это казахстан или алтайский край нет не алтайский это красноярский край окрас рядов от ахакасия акасия российская федерация тоже полное толкование откровения по всем святым отцам бывает доставка вот только одну главу остальное утеряно и он все это соединил там громадная работа проделана я это слышал еще старые люди говорили но часть из библии часть может быть вымысел что последние времена желтый саранча заселить может быть желтая раса китай или еще что-то такое ну ты что-то говорили надо сравнивать по священному писанию любое слово кто бы он ни сказал даже златоуст мы сравнивали даже по писанию потому что половина книги златоуста 12 томов вторая часть книги написано там спуря приписываемое творение святому златоу приписываемые не могли определить как то написал похоже что ему но неуверенный поэтому он приписываемые поэтому исцелаясь даже сказать соответствует библии или нет бог будет по библии иоанна евангелия 12 48 слово моё которое я говорю она будет судить по нему надо и жить даже по новому зовет уже будет а в библии заглядывай как в историю и библии самое наилучшее для жизни к примеру там все для жизни да почему в первом послании коринфянам апостол павел 10 главе 6 11 и си говорит все написано для нас достигших последних веков чтобы мы не были походливы на зло это были образы для нас не так что жена лота оборотилась и ничего это христос говорит вспоминайте жену лотову он на это ссылается и как было в одни ноя она это это ветхом завете так будет пришествие сына человеческого будут есть пить жениться выходить замуж и не будут думать вот это время пришло так что ветхий завет мы знаем он как предисловие и войны пошли по местам да он в одной сирии на украине что творится ну молимся чтобы господь дал мир израилю россии украине сирии где война идет судить проще всего от путина там судят а мы молимся чтобы господь умудрил дал ему ума разума а что судить вот он с одной стороны правильное действие делать а на местах то что я всегда говорю нам что будет в этом подправлять сено сгноили разворовали скотину воруют бьют что следить будет да то милиция замешана в этом полиция то прокуратура до еще кто-то оборотни везде пишет оборотни разные оборотни где он усмотрит а мы сами даже молиться и трудиться и весь сказ собираться в общины вот помогать ближним по мере возможности как говорится в духе истины это чтобы человек не споткнулся но мы мы проверяем по слову божию сегодня мы видим что православие очень ослабело очень люди писания не знают совершенно поэтому умудряется попасть в разные секции да вот так это об этом пишет феофан затворник священник думает у него все в порядке но когда уже все здание горит разваливается он начинает метаться нужно ничего не сделаешь восток вот проехал патриарх кирилл восток весь говорит уже духовное развалины состояние слова божьего то и благодать отойдет но конечно вы очищены говорит через слово через слово а если слова божия нету человек во тьме находится он не знает как поступить и за что заступить и и вот какие-то припона делают школах нельзя там что-то читать хотя бы заочные эти делаете чтение а как ну вот собираются например вот на кубани там значит мусульманские эти дети детишки шалят а вот когда казачьи классы открыли кадетские под реестр кубанский они притихли там и закон божий в казачьих классах стали читать и священники стали приходить по мере сил и возможности ну или священник там кто-то благословленные по этому делу и вот родители пожелали чтобы это славянское население кубани чтобы большинство было кадетских этих кубанских школ чтобы их басурмане это это ну это вера и идеологии как бы не встревожено и они укреплю сейчас укрепляется потихоньку хоть к детски не укрепят никак не она не укрепляет нового просто какая-то дисциплина не стал появляться нет у меня были из кадетских этих училищ ребятишки то они никакие укреплять укреплять нужно только святой верой по евангелию да больше никак враг голоден на карме жаждет напой другого нам не дано научит их стрелять ну стреляет один стреляет десять раз говорит тебе сзади буду стрелять да ты сколько их и будут засловно делать до отряды на про это говорить даже не надо нам дано другое оружие слово божие и кто-то по старому по царскому чину начинает служить в той же патриархии или за штат уходи если хороший епископ или метрополит в епархии метрополии или уходи совсем давление оказывается ну да оттуда не возьмись а как же это российская церковь допустила ошибку частицу за царя то убрали да надо было и молиться и молиться там как господь управлен это мое мнение может быть я ошибаюсь но пока живой был молились а сейчас царь искупитель об этом осипов хорошо говорит православная первые примут антихриста до 1 из первых да потому что они жаждут придет какой-то искупитель христос он умер за наши грехи сам не умирал он умер не за наши грехи он умер трагически это этот под ритуалом и иудейский да а вот вообразите что в это время был бы у власти пётр первого разве бы он это допустил он нет и ангрозным не допустил не допустил бы да но мы скажем что из царей это был самый негодный безвольный царь но как христианин по христианским меркам это был лучший их царь да он никого не убивал он не пошел ему советовали повесить 5000 февралистов и 200 лет слова революция в россии не помянется а он не пошел на это сам зашел на голгофу со своим святым семейством так что это было решение от бога за какие он наши грехи мог это расплатить за наши грехи христос умер он умер за свое да тут надо быть осторожным вы выборе этом а тогда вы его не признаете как не признаем канонизировано теперь тем более но мы верим во христа что нам христовой помощи недостаточно если каждый так считал жизнь земле рая нам это не дано строит рай на земле а написано страдать будете желающие жить благочестиво будут гонимы все даже я не хотел бы обязательно будут гонители родные близкие соседи вот так вот напал распотребнадзор на нас вы знаете что в лагере было они какого вреда то нам они не сделали мы теперь перешли на другую ступень в другом формате работать будем мы приобрели несколько домов подготавливаем а то тамошние люди приглашают а уже где территория лагеря то будут занятия эти они нападают где спали и где ели а это у нас будет все по домам но понятно то есть мы заранее уже имеем программу добровольно чтобы люди были которые готовили все и знали то есть более будет такой индивидуальный подход конечно конечно у нас а там просто кельи назывались там как на украине мазанки а это настоящие дома можно и печь и стопить и ну так вот пока это замысел 45 лет мы были вначале в палатках вот всякие шалаши большие строили из травы на 10 человек теперь вот замысел такой как бог благословит и осенью такое это и зимой как получится да но мы дети то там вместе 20 дней всего только у нас 10 июня заезжай до 2 августа ну понятно уже летние летние да ну это наши замысла мы не знаем как господь благословит может быть будет все по другому и стране ну может быть да да мы не дожди туда смотреть как будет довольно забот на сегодняшний день мало мало и стадо спасется а вокруг да да правильно вас есть самый спасутся тысячи надо богу доверяться так подождите-ка говори вот успевай не забывай где буско то снимать надо она вышла опять туда же где вчера было понял теперь я заново принес все залез нам поставил лестницу сделал опять я тебя жду давай тут сегодня приходили уже семинарии давай поскорее а если вот к примеру вам это 4000 переслать или я вам подкину сейчас скину данные куда посылать какой порядок я вам скину туда вы ознакомитесь со всеми книгами это вот электронная карточка или как есть карточка и есть сберкнижка я вам два варианта дам да я перепишу в тетрадь вот вы тогда если ну какой квиток то у вас будет вы меня вышлите здесь в интернете и вам вышлют и мы вам сразу сообщим какой не идентификационный номер чтобы вы следили где по ссылке идет сейчас можно следить в каком городе она где идет хорошо мы сразу сообщаем я сообщу какие книгу то чем говорим у меня книга одна вышла к истинному православию называется там отдельно крещение все 40 лет собирал материалы на нее к истинному православию о священстве от церкви обо всем абсолютно все что говорит библия каноны что говорят святые отцы и житья святых вот по четырем параметрам хорошо такой книги практически нет мне пришлось много работать над этим составил симфонию на жития симфонии на неканонические книги 38 книг у меня 38 того вышло это получается по типу энциклопедии да ну я вам дам там кратко содержание вы увидите можете зайти в интернете ознакомиться с книгами содержанием вот сегодня только один приходилось семинарии местной к истину православия взял и как беседовать с сектантами это нужно это второй том открытому не нападая на них а прямо так и они говорят вот иконы идолы не сделай никакого изображения что я должен сказать и показать что он понимает неправильно это никакого там диспута нету а просто он сказал я ему ответил на на этом все нерукотворный образ до от полотна изобразилась изображение но это ему не докажешь сектанты на библии даже показать что изображение установлены богом и они были в храме в которой христос пришел христос был в храме где изгнал торгашей там иконы были от пола до потолка снутри и снаружи это сорок первая глава семнадцатый стих языке или запишите языки или пророка глава семнадцатый стих что сорок первая глава семнадцатый стих языки да а господь это дом мой кто знает из них они этот пункт это прикрывает не как никак они двадцатую главу берут не сделал изображение исход а в 25 написано сделай они даже не считают так не годится все описание бога вдохновенно все они все описание бога вдохновенно и полезно для научения обречения отсюда и секты идут потому что без благодати читаем без благословения каждый сам по себе вот сейчас новая секта возникает я говорю почему вы а у вас иконы грубо птицах икон нет почему вы к ним-то не идете то каждый себе ищейку создает учение свое начинает что-то маленькое надо писать надо там прыгать давид прыгал я грунт перед ковчегом у вас ковчег то у вас и ковчега нету и вот как-то это эти археологи в эфиопию приехали светская передача была показывают там то-то то-то шоков чех там хранился а тут иудейские священники иудаизм выкрали этот ковчег и куда спрятали неизвестно может кто-то и знает где-то но может быть или в это у пророка иеремии написано это и в книгах маковейских это действительно так никто не знает благодатный огонь они там хранят пока мы не знаем на узнать не надо у наш огонь сошел дух святой и все вот что интересно песятники а это как вот зародились в россии они вот на этот пункт песятница это говорят я но вы же что-то там какие-то слова произносите правду косвенно верну вы же это не знаете переводок слов может быть без из вас говорит может быть еще что-то нельзя так утверждать что иными языками до апостолы пошли говорить иными языками но каждом народу на своем языке чтобы тот на или на народ понимал но тут был дар еще незнакомых язык коринфянам пишут о 14 главе это там были иные языки это то так а то незнакомые никто не понимал ангельский язык может быть и тогда бог открывал талант давал талант расшифровать что он говорил и в разумление да конечно а сегодня это вот гласолалия где они кричат это беснование самое настоящее словами человек который зайдет к вам не скажет что вы беснуетесь прямо там написано а если он пророчествует всеми обличается всеми судится он пойдет вниз и скажет истина с вами бог вот надо проповедовать нести слово божие коротко и ясно да ну приятно было пообщаться тогда если не трудно перспективе я сейчас я сейчас скину в скайпе вам данные а я не выходите и тогда вы уже сами тут все же решите как там все книги будут показаны о чем и где их найти в интернете не торопитесь чтобы не было я взял а это не то я могу сказать что наш новый завет трехтомник самый лучший за 2000 лет по 8 параметрам никогда не было с иллюстрациями а у нас лучший иллюстратор 230 картин гуссава даре там в это в трех томах в полный лист раскрашен то что вот в аптисе и разные там протестанты печатать да не то пока давайте тогда расставайтесь отходите обещайте